Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня с вами, дорогие друзья, буквально за 10 минут научимся играть крутейшую слэповую басовую партию из песни группы Primus Lucky Hat. Это очень необычная партия, она не каноничная, она не попсовая, она звучит необычно, играется необычно, и в учебниках такого вы не встретите. Поэтому мне показалось, что она заслуживает внимания, заслуживает того, чтобы ее разобрать, и лично мне было интересно ее поиграть. Это что-то необычное, нестандартное, какие-то новые фишки, какие-то новые приемы, в общем, новые идеи, свежие для своего музицирования. Сегодня такое будет техническое видео, в общем, будем заниматься техникой в основном, слэповой, и разберем на основные части эту песню. И надеюсь, что вам это будет полезно и интересно. Начнем с первого рифа, с основного, который играется на куплет, который пронизывает всю песню, задает пульсацию, настроение, и характерное вот это вот звучание вообще всей песни задает, можно сказать, все на нем основывается. Давайте посмотрим, как играть его медленно, разберем, кладем руку в районе указательный палец, второй лад, вот, и попробуем медленно сыграть. Вот таким вот образом. И также здесь еще играются такие заполнения в виде хаммеров. Второй лад, третья струна, и второй лад, четвертая струна, на третью, соответственно. Вот так это звучит. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот таким вот образом. Обратите внимание, что в оригинале LES использует перегруз, овердрайв, выкручивает немножко гейн, звук перегруженный, звук активный, компрессированный, ровный, со своим характером, такой, ну, узнаваемый на самом деле звук. Тоже при игре, при записи я использовал тоже овердрайв, потому что более аутентично правильно звучит. В общем, вот такой риф мы посмотрели, сейчас, смотрите, первый риф в классической позиции, можно также играть более традиционно, ближе, точнее, к игре LES, то есть он играет каким образом? Он кладет большой палец на четвертую струну, и первым пальцем еще глушит первый. Получается так. То же самое, только у нас другая позиция, другое переключение, другой свитч здесь. Вот это более классический или ближе к Лес Клейполовскому варианту. Вот этот вариант Лес Клейпола, он на самом деле обоснованный, он логичный, потому что когда вы играете стоя, в такой позиции, например, когда вы стоите на сцене с ремнем, вот играть вот так довольно проблематично, когда у вас еще бас довольно низко, а мы это наблюдаем по живым выступлениям, то есть бас у него не поднят, а, соответственно, низко висит. Поэтому вот такой позиции играть довольно проблематично, поэтому вот такая позиция с большим пальцем оказывается более себя оправдывающая и проще, соответственно, играть, меньше затрат в силе. Переходим ко второму рифу, который у нас является продолжением первого и немножко его развивает, может быть даже усложняет. Здесь, опять же, один такт, первая доля такта 2 восьмые открытая, вот такие вот восьмушки, потом дабл-стоп играется, третий лад, вторая струна и второй лад, первая струна, вот таким вот образом. Вот таким вот образом также можно играть и в более приближенной классовской технике, когда мы большим пальцем зажимаем. Далее у нас на очереди третий риф в этой песне, который, на мой взгляд, еще даже пославился. Проразнее, чем предыдущие два рифа, здесь мы начинаем с ноты ре, две восьмые, и потом играем такую фразу. Хаммер, пул и сриф опять в сон. Резкая фраза. И дальше в конце добавляем движение пауэр-аккордами. Вот такая вот. Здесь у нас такое движение руки вниз, вверх-вниз. Можно большой палец положить на гриф, либо на четвертую струну и вот такое движение попробовать потренировать. В общем, вот такой вот прикольный, на мой взгляд, интересный риф получился у группы Primus. А дальше у нас, дорогие друзья, настоящий десерт. Вишенка на торте, крутейший секстоли, который ЛС играет в виде бриджа, как заполнение. Очень эффектно, очень технично. В общем, супер круто. Давайте посмотрим в оригинале, как это звучит. Давайте разберемся. Значит, у нас здесь мельценно сыграем вот такое вот движение. Опять же, кладем руку в нашу обычную классическую позицию. Первый у нас палец, второй лад, третья струна. Вот такая вот машина здесь у нас. Соответственно, давайте по три ноты. Здесь секстоль, по три ноты разберем. Значит, первые три ноты у нас слэп, хаммер, слэп. Вот такая вот первая фраза. Вторая начинается с подцепа. Подцеп, хаммер, слэп. Подцеп, хаммер, слэп. И соединяем. И разгоняем до оригинального темпа. Вот так вот звучит. Лэс играет в своей классической для него удобной позиции с большим пальцем. Мы также можем, после того, как вы освоили вот этот вариант классический, переходим к позицию ближе к оригиналу. И это будет звучать так. Вот таким вот образом, дорогие друзья. Очень классное эффектное заполнение секстолями. Вы можете использовать для своих рифов, для каких-то своих слэповых фишек, даже соло. Заполнение, бриджи. В общем, очень интересная идея. Очень классный риф, на мой взгляд. Есть чему тут посмотреть, есть чего научиться, есть чего подглядеть, так сказать. В общем, вот такие вот дела. Надеюсь, что видео было для вас полезно. Не забывайте подписываться, ставить все уведомления, колокольчики. На Boosty будет традиционное нотное приложение и ударные для тренировки. Там в медленном темпе, побольше темп. В общем, все как по традиции, все есть. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Всем любовь, доброта. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»